И большая благодарность также Ивану за труд переводчика. Мы должны двигаться дальше. Я не буду себя представлять, вы меня все хорошо знаете. Разрешите представить вам следующий доклад, посвященный проблеме войны и насилия в Ветхом Завете. У меня есть презентация. Вот я ее сейчас открою. Так, вы ее видите, нет? Да, все видно, Евгений Владимирович. Видите презентацию. А если вы расширите на полный экран, вот теперь все замечательно. Да, все полностью. Да. Ну, наверное, не нужно быть глубоким знатоком Священного Писания, чтобы понять, что реальность войны, военных конфликтов, насилия, кровопролития присутствует в Библии в таких масштабах, которые просто потрясают воображение. Эти картины насилия, жестокости, кровопролития зачастую становятся камнем преткновения для многих и многих ищущих истину, потому что, столкнувшись с описанием таких сцен в Священном Писании, они прекращают читать Библию дальше. Ну, буквально для затравки вот несколько примеров. Числа 31 глава 7 текст. Пошли войной на Мадиама, как повелел Господь Моисей, убили всех мужеского пола. То есть вот представление о войне под началом Бога и образ Бога как военного вождя, как воителя, он занимает достаточно выпуклое место в Ветхом Завете. Или вот еще один пример из книги Второзакония. «Но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут, и предаст царей их в руки твои, и ты истребишь имя их из-под небесной. Не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их». От имени Божия вот произносятся такие слова, которые, ну, действительно многих людей приводят в смущение. Ну, еще последний пример из книги Иисуса Новина. Мы все хорошо знаем эту историю. Да, сражение при Гаваоне, если вы помните, там даже солнце остановилось. И в 14 тексте 10 главы книги Иисуса Новина подчеркивается «Ибо Господь сражался за Израиля». То есть Господь использует даже вот законы, законы космоса, чтобы дать победу Израилю. Там страшный град камней обрушивается на недругов Израиля, причем подчеркивается то, что от этих камней погибло больше и больше народа, больше врагов, чем вот непосредственно, собственно, сражения. И вот после того, как, значит, враги были поражены, вот, а потом пять царей были повешены, Иисус, опять же, обращаясь от имени Господа, говорит «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте твердны и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми будете воевать». Да, вот такие вещи мы находим в Ветхом Завете. Ну, естественно, возникает вопрос, как со всем этим быть? Даже если кто-то будет пытаться доказывать легендарную или мифологическую природу подобных библейских повествований, то есть, что вот эти сообщения о войнах, они не представляют исторической реальности, все равно остается богословская проблема. Она, эта проблема в том, что Бог здесь представлен как тот, кто инициирует войну, кто повелевает воевать, и кто сам участвует в войне. И, конечно же, вот один из главных вопросов, который неизбежно возникает у нас, оправдывает ли у нас вот сегодня в нашей ситуации, оправдывает ли наличие в Ветхом Завете войн, которые как бы санкционированы самим Богом, оправдывает ли это активное участие в военных действиях сегодня? Очень многие стоят сегодня перед вот такой дилеммой. В своем докладе я буду использовать выражение или термин «священная война», поскольку он используется в богословии. И поэтому вот этот термин нужно прояснить. Что понимается под священной войной? Под священной войной понимается война, в которой Бог лично и непосредственно участвует, и с которой он себя отождествляет, сохраняя контроль над событиями таким образом, чтобы активно определять их окончательный исход. Вот будем как бы держать в своем уме это определение, рассматривая тему войны в Священном Писании, в частности, в Ветхом Завете. Тема эта очень сложна. Нельзя ее анализировать, отталкиваясь от нашего общего представления о войне. Ни в коем случае нельзя брать модель вот этих священных войн в Ветхом Завете и применять ее без каких-либо фильтров к нашему обществу сегодня, к нашей ситуации сегодня. Обязательно нужно учитывать контекст, исторический контекст, культурный контекст, социальный и, конечно же, богословский, теологический контекст, в котором вот разворачивается та или иная война. Итак, давайте вот как раз-таки начнем именно с анализа контекста. Священное Писание представляет нам Бога, как вовлеченного в битву, если можно так сказать, вселенского масштаба, космического масштаба. И это битва с силами зла, которые представлены духовными сущностями или существами, сотворенными Богом и имеющему свободу выбора. Подобно нам, людям, вот эти духовные существа обладают свободой противостоять воле Бога, восставать против его правления. И вот между Богом и этими силами зла как раз-таки происходит борьба, и эта борьба реальная. Мы знаем, что вот этот космический конфликт, вселенский конфликт, он не ограничивается только небесами. Библейские авторы, они воспринимают этот конфликт как реальное событие, происходящее и в нашей истории, в истории человечества, и затрагивающее весь род человеческий. И вот этот вселенский конфликт, он проявляет себя порою в разных политических силах на земле, которые враждуют между собой и организовывают ситуацию насилия и войны. То есть можно сказать, что исторические войны, сражения – это в каком-то смысле отражение или даже часть вот этого вселенского конфликта. Войны в Ветхом Завете мы обязательно должны рассматривать в тесной связи с ролью Яхве, Бога, который открывает себя в истории избранного народа, как судьи вселенной. Бог, как податель жизни, как тот, кто сотворил жизнь, он имеет право, имеет даже моральную обязанность поддерживать, поддерживать справедливость в этом мире, восстанавливать разрушенный грехом порядок в сотворенном мире. Он имеет на то полное право. По-видимому, многие христиане, они не возражают против того факта, что в конце времен Бог истребит нечестивых. Все нечестивые будут наказаны и погибнут. Но почему-то многим очень трудно дается вот эта мысль, что Бог может применять свой эсхатологический суд не только в эсхатоне, не только в будущем, но в том числе и в истории. Хотя, по существу, эти два действия, эти два проявления суда Божьего в эсхатоне, то есть в будущем, и в истории, они являются одним и тем же. Следует еще раз подчеркнуть, что Бог оставляет прерогативу вершить суд, вершить правосудие за собой. Поэтому, еще раз хочу подчеркнуть, невозможно провести прямую параллель между его способом восстановления порядка во Вселенной, в том числе и на этой грешной земле, и нашей чисто человеческой инициативой оправдывать свои действия, связанные с вовлечением в военные конфликты. Это разные, совершенно несопоставимые вещи. Второй важный момент, на который мы должны обратить внимание. Итак, первый, Яхве открывает себя как судья, праведный судья в этом вселенском конфликте, который разворачивается, в том числе и на грешной земле. Господь – владыка вселенной. Ветхий Завет представляет Бога как владыку, то есть как хозяина всего этого мира. 23-й Псалом. Господня земля, и что наполняет ее вселенной, все живущее в ней, все принадлежит Господу. Первый параллель, 29-й глава. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие. И все, что на небе и на земле, твое, твое, Господи, царство, и ты превыше всего, как владычествующий. Вот очень ярко здесь показано владычество Божие. Ну, еще один текст из книги пророка Исаии, 26-я глава, 21-й стих. Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет, я сокращаю, и уже не скроет убитых своих. Да, Господь владыка, и Он имеет право выйти из жилища своего и наказать обитателей земли за их беззаконие. Из-за своего беззакония мы как бы вот сейчас предваряем ситуацию с завоеванием Израилем обитаванной земли. Именно из-за своего беззакония обитатели земли обитаванной не могли оставаться на этой земле. Поэтому Бог вмешивается в их историю и использует Израиль как средство своего справедливого воздаяния. Концепция священной войны, которую мы сейчас пытаемся осмыслить, она родилась не на пустом месте. Исследователи считают, что это было частью Божьего плана, Божьего плана для всего человечества. После грехопадения человека Бог вмешивается в ход человеческой истории, вмешивается своими судами, которые должны были принести пользу всему миру. И Бог ограничивает как бы сферу влияния греха, концентрируясь в своих отношениях с человечеством на остатке человеческого рода. Вот об этом мы как раз хорошо читаем в книге «Бытие», начиная с шестой главы и далее. А затем Он сосредотачивает внимание на потомках одного человека, Авраама, который должен был стать отцом избранного народа. И все это вот как раз таки в рамках реализации Божьего плана спасения для человечества, который, конечно же, включает в себя и ограничение греховного повреждающего воздействия на природу человека. То есть, производя суды свои, Бог тем самым как бы ограничивает сферу влияния греха. Статус Израиля, как избранного народа, он был обусловлен не какими-то его особыми заслугами, а именно обетованиями, которые Бог дал Аврааму. Поэтому завоевание Израилем земли ханаанской, оно должно было быть связано не с чувством вот их какого-то превосходства, национального превосходства, а с обетованием Бога. Не их заслуга в том, что они оказались в земле, которая течет молоко и мед. Это исполнение Божьего обетования. И не потому, что они особый какой-то народ в глазах Божьих. Нет, просто Бог избирает их не за особенные заслуги какие-то и непровосходство перед другими, а просто Он проявляет любовь к этому народу. И вот дальше очень важная мысль. Израиль смог заселить эту землю, вот ханаанскую землю. Почему? Потому что она была дана им в наследство, дана была самим Богом. Учитывая тот факт, что израильтяне на протяжении долгого времени пребывали в рабстве, жили как рабы, никаких особых военных навыков у них не было для завоевания земли. Даже их хозяева, сами египтяне с очень опытной, хорошо экипированной армией, они не могли надолго занимать эту землю, Палестину. И вот теперь, смотрите, бывшим рабам, вчерашним рабам Господь повелевает заселить землю, которую даже их прежние хозяева, египтяне не смогли покорить. И вот если им осуждено будет когда-либо владеть этой землей, то произойдет это не только по милости Божией, не благодаря их каким-то собственным усилиям или военным достижениям. Земля в подарок. Бог владеет землей, все принадлежит ему, он эту землю сотворил, и земля принадлежит ему, и он дает часть этой земли своему народу. Вот этот момент тоже важно учитывать. И следующий важный аспект контекста – это вот категория завета. Очень важный элемент, который необходим нам для того, чтобы сбалансированно подойти к идее священной войны. Завет, который заключается между Богом и Израилем. Когда Бог заключает завет со своим народом, он обязывается защищать свой народ, оберегать его тогда, когда это необходимо. И пока Израиль будет добросовестно выполнять условия завета, Яхва будет активно вмешиваться и выступать на стороне своего народа, и сражаться за них, изгоняя врагов с той земли, которую он обещал своему народу. Вот эти особые отношения избранного народа с Богом, которые именуются теократией. Теократия – это вот такая форма правления, которую именно Бога признает высшим, в том числе и гражданским правителем. Вот такая форма отношений народа Божьего со своим Богом, как теократия, конечно же, она не сохранилась до наших дней в виде одной какой-то нации или даже какой-то одной религии. Даже церковь. Церковь сегодня не может претендовать на вот этот статус теократической сущности. Поэтому концепция священной войны должна рассматриваться нами, как относящаяся к прошлому. И никаких библейских оснований для применения этой концепции сегодня в нынешней ситуации у нас нет. Итак, давайте теперь перейдем вот к самому главному, к теме Исхода, где перед нами показывается очень-очень необычная война. Исход представляет собой не просто первый случай священной войны в истории Израиля, но, если можно сказать, парадигму, основную парадигму, то есть некий образец, некую модель священной войны для всего Ветхого Завета. И действительно, переход через Черное море в книге Исход, 13-14 глава, описывается как битва, как сражение. И вышедший из Египта Израиль представлен как выстроившийся на войну. Исход 13-18 в современном переводе звучит так. «Бог повел их по пустыне, окружным путем Красного моря, сыны Израилева покидали Египет, будучи готовы к бою». Это терминология войны. Интересно то, что в синодальном переводе говорится о том, что они покидали Египет вооруженными. Это не совсем корректный перевод. Там не идет речь о том, что израильтяне были вооружены. Нет, я уже сказал, ни о какой реальной военной мощи вчерашних рабов и речи быть не может. Вот корректно, будучи готовы к сражению, или вот еще такой возможен перевод, он у нас в сносочке дается в современном переводе, «построившись в ряды». То есть здесь передается мысль, что израильтяне были организованы, чтобы организованно выступить из Египта. Ну и вот в 14 главе, в 14 тексте подчеркивается, что сражение за них ведет Яхва, сам Господь. Да, вот это морское сражение, это кульминация исхода, это не было военное действие в привычном для нас смысле слова. Никакого реального сражения между египтянами и израильтянами не произошло. Здесь битву ведет Яхва. И Израиль не обязан сражаться. Господь будет сражаться за вас. Вы же, пишет Моисей, будьте спокойны. Вы же будьте спокойны. Господь хотел, чтобы израильтяне своими глазами увидели вот этот нетрадиционный тип войны, в которой исход принадлежит Яхве. Исход не зависит от человеческих усилий, от мощи человеческой армии. Я еще раз хочу подчеркнуть, что Бог реально вмешивается здесь в эту ситуацию. Почему? Да потому что израильтяне в тот момент вообще не были вооружены. Они на том вот этапе своей истории не были обучены военным навыкам. Не думайте, что египтяне учили их тому, как воевать. Поэтому у них не было никакой возможности противостоять армии фараона, когда они оказались зажаты в кольцо. Итак, концепция исключительного божественного вмешательства Яхва в войну от имени своего народа исключала участие самого народа. Это очень важная мысль. Чудеса Яхва были настолько явными, что каких-то человеческих усилий уже не требовалось. Вот таким образом можно было бы ожидать аналогичного божественного вмешательства в войну при захвате землеобетованной. Но, к сожалению, это не так. Во время завоевания земель ханаанских Израиль тоже должен был сражаться. И вот где-то между исходом и началом завоевания Ханаана парадигма войны меняется. Почему? Что происходит за это время? Давайте обратимся опять к истории. Самое первое участие в сражении после выхода из Египта. Оно записано в 17 главе книги «Исход», где израильтянам пришлось защищаться от амаликитян. Израиль только что освобожден из египетского рабства. Народ стал свидетелем всемогущей силы Божией, когда тот поразил египтян, даровал им свободу. Кажется, что первоначальный план Бога для Израиля не предусматривал их участие в войне против других народов. И вот обратите внимание, 23-28, здесь Господь обещает послать шершней, вот эта еврейская цира, которая переводится как шершня. Некоторые не воспринимают буквально, считают, что здесь мы имеем дело с метафорой, и под этими шершнями нужно понимать панику, страх, который Господь наводит на недруга. Но, как бы то ни было, Господь обещает послать впереди своего народа шершней или ангела, который изгонит жителей той земли. Прогонят прочь от вас хевеев, хананеев, хетов, то есть вот эти языческие племена, которые заселяли ту землю. Елена Вайт, она интерпретирует вот этот текст как выражение того факта, что Бог, цитирую, замыслил, чтобы они обрели землю обетованную не войной, а подчинением и безоговорочным послушанием его заповедям. Как и в случае избавления из Египта, Бог сражался бы за них, а им пришлось бы просто стоять на месте и наблюдать за его могущественным вмешательством. И история показывает, что всякий раз, когда Израиль достаточно доверял Богу, ему не нужно было сражаться. В случае с царем Езеки это хорошо показывает, и ассирийской армией. Случилось, что ночь пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. Или битва Иосафата против коалиции Маовитян и Аманитян, записанная в 20 главе книги про Липоменон. Так говорит Господь к вам, не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, «Стойте и смотрите на спасение Господне». Вот эти эпизоды красноречиво демонстрируют идеальный план Бога. Бог не был заинтересован в активном вовлечении своего народа в подобные войны. Но, как я уже сказал, смена парадигмы все-таки происходит. В связи с чем? С чем это связано? А связано это с тем, что сразу, вскоре после освобождения из Египта израильтяне начали роптать, роптать по дороге, даже сомневаться в присутствии Бога среди них, несмотря на то, что у них было такое мощное знамение, столб облачный днем, столб огненный ночью. И вот, смотрите, в тот момент, когда амаликитяне приходят воевать против Израиля, Бог позволяет амаликитянам напасть на Израиль, чтобы Израиль снова научился доверять ему, чтобы перестал роптать. И Егена Вайт пишет, «Если бы сыны Израилевы не роптали на Господа, он не допустил бы, чтобы их враги воевали с ними. Их собственная извращенность духа не позволила Богу проявить свою силу в защите их от народов, препятствовавших их переходу в Ханан». То есть мысль вполне понятна. Ну и теперь вот после того, как мы поняли, как бы уяснили себе саму суть вот этой священной войны, что это война Бога, это не война человека, давайте посмотрим на терминологию. Терминологию, да, это к предыдущей мысли. Вот, текст. Да. Кстати, здесь показано отношение Бога и к своему народу, то он готов и излить суд свой и над своим народом, как над этими языческими племенами, если его народ начнет делать такие же мерзости, как и язычники. Но мы к этому тексту еще вернемся. Итак, терминология. Терминология священной войны. Мы встречаем в священном писании несколько терминов, имеющих отношение к священной войне, которые мы объединяем в две группы. В первой группе это слова, которые относятся к как-то лишению собственности, изгнанию и расселению на других территориях. Вот, наиболее употребительные глаголы здесь «яраш», «гараш», «хамам», «шалах». Вторая группа терминов выражают разрушение, уничтожение Израилем неких объектов, которые относятся к языческому культу. Это предметы поклонения, которые подлежат уничтожению. Шамат, аббат, натас. Да. Очевидно, что места языческого культа, жертвенники, они являлись главными в ханаанской религии. И священная война, война Яхвы, она была направлена на эту языческую культуру ханаанских народов, потому что она была глубоко порочной, эта языческая культовая практика. И вот чтобы Израиль мог избежать греховного заражения, он должен был уничтожать все те элементы язычества культа, которые встречались на их пути. Важно подчеркнуть, что когда израильтяне перенимают поведение хананеев, они несут на себе те же самые последствия. Те же самые последствия. «Я сквернила земля, и я возрел на беззаконию, и свергнула с себя земля живущих на ней». И вот в 18 главе книги «Левит» очень хорошо подчеркнуто, каким образом это уже происходит с народом израильским. «Вы соблюдайте постановления мои и законы мои, не делайте всех этих мерзостей, чтобы и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Вот обратите внимание на то, что отношение Бога одинаково, что к ханаанским народам языческим, что к своему народу избранному, если и те, и другие творят мерзости, впадают в идолопоклонство. Земля как бы их свергает с себя. Очень важно в контексте священной войны обратить внимание на концепцию хером или заклятого. Пожалуй, это самый неудобный аспект священной войны в Ветхом Завете. Вы хорошо помните ситуацию с взятием Иерихона. Там вот вводится это понятие хером, которое буквально означает запрет на все, что подлежит полному уничтожению, полному истреблению. Здесь вот вы видите основные значения этого слова, которое мы находим в Священном Писании. И вот повеление «берегитесь заклятого», чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов израилевых ненавести заклятие и не сделать ему беды. Вот эта концепция встречается здесь, особенно ярко. И практика хером, то есть практика заклятого, по повелению Господа, она, безусловно, была ограничена, исследователи это подчеркивают, периодом завоевания земли обетованной. Она распространялась на короткий отрезок времени. Повеления, данные Израилю по уничтожению хананеев, в отличие от военных практик других древних народов, они были конкретными, конкретными по времени, конкретными по намерениям и конкретными по географии, по территории. То есть это не было абсолютным разрешением делать то же самое с любыми людьми, с которыми израильтяне сталкивались. В любое время, в любом месте, ни в коем случае, повеления Божьи относительно заклятого были ограничены вот этим критическим временем, когда Израиль только утверждал себя на вот этой новой территории, как теократическое государство, чтобы защитить поклонение Израиля истинному живому Богу, защитить вот этот монотеизм и, конечно же, освободить эту землю от языческого многобожия. Поэтому, каким бы суровым нам не казалось вот это сегодня, следует помнить о том, что практика херем, практика заклятого, была вызвана достаточно четко сформулированными причинами и была серьезно ограничена. Ну и, да, вот тоже интересно здесь показано сходство между наказанием идолопоклоннического израильского города и обращением с Иерихоном. То есть, практика херем в равной степени касается не только языческих городов, но и израильского города, который, к сожалению, усвоил языческую мерзость. В нем, кстати, тоже должно быть все было предано заклятию. Есть исключения. В шестой главе книги Иисуса Новина приводится пример херем заклятого, но рассматривается случай освобождения от заклятого жительницы этого города по имени Раафа. Ее случай показывает, что если люди или объекты находятся под заклятием через идолопоклонство, единственный способ избежать полного уничтожения – это признать верховенство Яхвы и заключить с ним завет. И вот когда Рааф приходит к выводу, что Яхва – это действительно истинный бог, для нее возможность избежать херем заклятого становится реальной. то есть она признает главенство бога израильского народа – Яхвы, и она признает то, что за вот этим завоеванием именно стоит бог, и поэтому для нее остаются только две возможности. либо вместе с жителями сопротивляться и быть убитыми, либо выбрать подчинение, подчинение этому богу в индивидуальном порядке. И вот выбрав бога, израильтян Рааф стало примером того, какой могла бы быть судьба всех жителей Иерихона, если бы они обратились к богу Израиля за милостью. В период судей и монархии, к сожалению, происходит вырождение, вырождение идеи священной войны. То есть вот эта идея священной войны, она подвергается, если можно сказать, процессу секуляризации. Уже цари израильские берут на себя прерогативу принимать решение о войне и использовать этот инструмент в своей внешней политике. Ну вот яркий пример – это царь Давид, который стал воевать с другими народами, расширять границы царства, что не входило в планы Божии. И он делает себе имя. В центре внимания уже не Яхве, а царь, сила его мышц, сила его армии. Во второй книге царств Давид изображен как завоеватель, который захватывает новые территории, пытаясь распространять свою власть и на другие народы. Конечно же, в планы Божии, в планы священной войны это уже не входило. Перепись, которую Давид сделал, тоже следует рассматривать, это в 24 главе, если вы помните, как шаг в переходе от зависимости, твоей зависимости от Божьей силы, от Божьего вмешательства к значимости своей собственной армии. Почему вот в глазах Божьих эта перепись и оказалась неугодной. Ну и закончить свой доклад я хочу тем, что все-таки, несмотря на вот эти неприглядные истории, которые записаны в Ветхом Завете, истории, связанные с насилием, жестокостью, скоропролитием, все-таки красной нитью проходит вот эта идея будущего видения мирной мессианской эпохи. И мессия, обетованный мессия, представлен именно князь мира, князь Шалом. Он придет и учредит царство, где царит мир, где лев и ягненок будут пастись вместе. В этом царстве не будет ни разрушения, ни вреда. Воцарится мир у тебя, благоденствие почечет рекой. Таких текстов очень много. И смотрите, какая метаморфоза теперь происходит у многих пророков. И лук, и меч, и войну истреблю. Истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме. И перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы. То есть, вот это пророческое видение мира демонстрирует тот высший идеал, который всегда был Божьим желанием для как своего народа, так и для всех жителей Земли. Это мир. Поскольку Бог вовлечен в космический конфликт, который также затронул нашу планету, конечной целью искупления являются не бесконечные конфликты, не покорение одних другими, а мир. Ну и в заключение пытаюсь обобщить то, что было сказано. Первое. Пять пунктов. Я хотел бы, чтобы вы обязательно запомнили. Проблему войны и божественного наказания в Ветхом Завете обязательно следует рассматривать на фоне космического или вселенского конфликта между добром и злом, между Богом и сатаной. Второй важный момент. Первоначальная цель священной войны и завоевания народом израильским вот этой земли обетованной заключалась не в уничтожении и в истреблении, а в расселении, в расселении ханаанского населения. И у жителей Ханаана была возможность эмигрировать за пределы земли обетованной под заклятие попадали только те, кто сопротивлялся божественному замыслу, кто восставал против Яхве. И вместе с вот этими элементами порочной языческой культуры они пытались противостоять, противостоять израильскому народу. Третий важный момент. Первоначальный божий план относительно священной войны не предусматривал физического участия Израиля в военных действиях. Человеческое участие в священной войне должно было носить лишь духовный характер, вот как подчинение, безоговорочное подчинение Богу, потому что Богу принадлежит эта война. Но, к сожалению, вот из-за неверия, где-то вот постоянного этого ропота, да, участие в войне, оно становится одновременно испытанием верности израильтян и, с другой стороны, средством укрепления их доверия Богу, если Бог активно вмешивался и проявлял себя. Но, к сожалению, вот со временем со временем эта идея священной войны, она выхолощивается, она секуляризируется, и уже трудно даже увидеть эту грань, где заканчивается священная война и где начинается обычная. Практика заклятого, саму идею и практику заклятого как полного уничтожения народа в войне необходимо рассматривать, опять же, на фоне этого вселенского конфликта Бога с космическими силами зла, где на карту поставлен его характер и его репутация. Кстати, еще раз подчеркну, что применение вот этой практики заклятого находилось под строгим контролем Божиим, и оно ограничивалось определенным историческим периодом, периодом вот заселения ханаанской земли. Да, то есть это решение Божие уничтожить все, что попадало под заклятие, оно не было произвольным, оно не было националистическим. Бог проявлял такое же отношение и к израильтянам, если они вдруг вот тоже усваивали языческий образ жизни и языческие культовые практики. Ну и последнее, самое главное. Вот исходя из всего того, что было сказано, невозможно оправдать практику современной священной войны, поскольку теократия принадлежит библейскому прошлому, сегодня теократии нет, сегодня участие христиан в этом вселенском конфликте носит духовный характер, и понятие и практика священной войны сегодня неприменимы ни к какому военному конфликту. Вот при этом я заканчиваю свой доклад и готов ответить на ваши вопросы. Благодарю, Евгений Владимирович, за очень такую красивую форму изложения этой актуальной насущной проблематики. Вот, и, конечно же, есть у братьев вопросы. Мы несколько минут, с вашего позволения, уделим именно этой части. Ну и вот в качестве первого вопроса, который мне хотелось бы вам адресовать, значит, это вопрос, который затрагивает как раз ветхозаветний момент. Вопрос звучит следующим образом. Война Авраама за своего племянника Лота может считаться священной или это его самовольное вмешательство? Спасибо. Конечно, нам очень сложно, очень сложно отвечать на вопросы, касающиеся конкретных эпизодов, конкретных случаев, если мы не учитываем вот этого широкого контекста, который был нами представлен. И, наверное, до конца однозначно ответить по вот этим конкретным эпизодам мы не можем. У меня нет однозначного ответа на вопросы, связанные с конкретными эпизодами. Да, по-человечески мы понимаем, что надо защитить родственников, надо пойти и вернуть. Ну, а вписывается ли этот поход Авраама в концепцию священной войны или нет? Я не знаю. Да, Евгений Владимирович, простых вопросов здесь нет у нас. У нас их очень большое количество, как мы уже отметили актуально. Кстати, это не самая сложная история. Да, есть куда более сложная. Значит, следующий вопрос, который представлю для вас, Евгений Владимирович, значит, он звучит так. Почему Бог не уничтожил сам другие народы, а использовал народ для войны? Является ли ведение войны Израиля с другими народами нарушением шестой заповеди «Не убей»? Ну и дальше целый вот такой блок получается в этом вопросе. Почему Израиль должен был убить младенцев во время войны? Было ли это указ от Бога? Все, да, я понял. Ну, здесь сразу же должен вам сказать, что в планы Божии не входило, не входило физическое участие его народа, которое он вывел из Египта, в войне, в завоевательных войнах обетованной земле. В планы Божии это не входило. Эпизод перехода через Черное море – это вот, если можно так сказать, парадигма священной войны. Не нужно было им воевать, им нужно было бы смотреть на спасение Господне. И так продолжалось бы и дальше. Бог использовал бы свой арсенал в виде этих шершней или ангела, если бы народ не отступил, если бы он не начал роптать против Бога, против вождя своего народа, если бы не было отступничества, если бы не было повторения вот этих практик, языческих практик, усвоения, заражения, наверное, не нужно было бы израильтянам воевать с оружием в руках за эти территории. Бог бы переселил, Он бы организовал эту миграцию, эти народы бы переселились на другие территории, а эта земля получена была бы ими просто в подарок. То, что произошло дальше, вот это неприглядное, что вы мне сейчас вот перечислили, убиение младенцев, женщин, стариков и так далее, это уже следствие, следствие отступничества со стороны народа от первоначального Божьего замысла. Следующий вопрос, ну, они все такие, Евгений Владимирович, непростые вопросы, значит, он звучит следующим образом. Мы понимаем, что для теократии мало признания Бога правителем, а еще и акт самого Бога, когда он называет себя царем определенного народа. Что еще мы можем сказать людям, говорящим о богоизбранности их власти? Сегодня, да? Это в контексте современной ситуации? Да, наверное, это отсылка к современной ситуации, мы уже перешли к этому. Да, да, да. Я еще раз хочу подчеркнуть, что теократия, это был вот эпизод в истории народа израильского, в прошлом, когда народ находился под прямым управлением Божьим и в культовом плане, и в гражданском плане. Вот, да, в условиях Нового Завета, в условиях Новозаветной Церкви теократии, как того, не существует в том ее представлении. Поэтому, когда сегодня какой-то народ, да, или какая-то нация претендует на такой статус, вот, мы, конечно же, вот, ну, должны помнить о том, что обосновать, серьезно обосновать Божьим словом и Божьим откровением подобный статус мы не можем. Мы не можем. Нет сегодня Богом избранных наций и народов на земле в глазах Божьих. Все абсолютно равны. И избранничество в прошлом, в Ветхом Завете, оно тоже не подчеркивало особый какой-то статус израильского народа. Тут нет никакого, знаете, вот такого, знаете, привкуса националистического. Вот, раз Богом избранный, значит, значит, ты лучше, ты лучше других народов. Ни в коем случае. Ты Богом избранный, потому что ты самый малый. И Бог хочет, хочет вот в твоей малости, да, в своей немощи себя проявить и продемонстрировать свою любовь, свое отношение к другим народам. Вот, твоя избранность в миссии, которая на тебя возложена, а не в твоих особых каких-то преимуществах и заслугах. Вот как-то так. Спасибо, Евгений Владимирович. Вот следующий вопрос. Наверное, у нас не так много времени. Может быть, мы один еще вопрос возьмем с вами. Хотя, подчеркну, вопросов достаточно много. Как вы считаете, все войны в прошлом и в настоящем связаны ли в истории и эсхатологии с внутренним состоянием Божьего народа? Может быть, еще раз я его прочту? Я понял, я понял вопрос. Спасибо. Спасибо за вопрос. Очень, очень глубокий вопрос. Действительно, от внутреннего состояния народа, которому Бог что-то вверяет, поручает, доверяет, очень многое, очень многое зависит. И в какой-то степени я согласен с тем, что многие войны, многие войны, они были связаны с тем, что народ терял благоговение, терял вот эту истину, открытую им Богом, уклонялся в сторону, усваивал языческие практики. И естественно, естественно, да, Бог где-то ставил в свой народ такую ситуацию, когда он должен был учиться, тот же самый Вавилонский плен. Но обратите внимание, что израильтянам не нужно было, в планы Божии не входило, чтобы они отстаивали свою независимость вооруженным путем, чтобы они значит, все выступили на крепостную стену с оружием в руках, отбиваясь от неприятеля. Через пророков Бог хотел спасти свой народ. Если бы они все послушались и повиновались, не было вот той страшной трагедии, которая постигла очень многих и многих так называемых лжепатриотов, которые решили вооруженным путем отстаивать свою национальную независимость и бороться с армией Науходоносора. Спаслись те, кто послушались пророков. Понимаете? Замечательно. Благодарим вас, Евгений Владимирович, еще раз за актуальность этого доклада, за такую насыщенность. Конечно, вопросов будет много всегда в этой тематике и сейчас в нашем контексте, но благодарим вас за готовность браться за эти острые вопросы для сегодняшнего осмысления. Спасибо.